Всем здарова ребятки, меня зовут Павел и мы продолжаем этот челлендж в соло выживании Stranded Alien Dawn на самом хардкоре, который только можно придумать. Так, чё у нас тут с пафнутием вообще происходит? Давайте глянем. На момент второго года 24 день у нас недостаточное разнообразие еды, постараемся исправить, возможно мало развлечений, понятно, немного больно, но это из-за астмы по снаряжению. Ну какая-то одежда имеется лёгенькая, пусть будет. Сытость, отдых, расслабление, всё вроде бы как в норме. Так, голодные вредители 61 штучка. Ага, вы вот здесь вот тусите, ну и тусите. Я пока что соберу, попробую немножечко. Ну давай иди сажай, там по пути как раз возьмём металла. У нас просадочка по камню есть, металл надо наращивать объём. Ох, вы чё делаете? Это же моя гептогония, да? Всю сожрёте, да? Ох, вот не надо сажать её. Иди забирай обломки космического корабля, я надеюсь тебя здесь не покусают эти негодяи. Чё они будут кушать? Они грибы будут кушать. Блин, а какая опасная близость. Ну вроде не нападают, проходят мимо. И ту гептогонию решили сожрать. Ох. Нехорошо. Ну ладно, мы сейчас высадим новую. Ещё 25 металлолома у нас имеется. Соответственно, заноси это куда-то на склад. Иметь здесь собственную спальню это удовольствие, я с тобой согласен. Давай восполним наши грядки посевами. Хорошо, что это всё не созрело ещё. Ой, куда они пошли? Они пошли прям всё жрать на своём пути, да? Хорошо, что мы успели изучить. А вы вот здесь вот... Опа! А где грибы? Хорошо, что мы с вами... Прошу прощения. Хорошо, что мы с вами изучили грибы, иначе бы без них вообще остались. Ну высаживай обратно. И потом... Сейчас как раз вечер уже. Высаживай гептогонию новую. Что-то они как-то выборочно поклевали, поклевали. Здесь урожай не готов. А вы тут тоже выборочно, да? То, что не созрело, не скушали? Какие вы привереды. Собираешь ресурсы? Слушай, у нас с тобой по ткани что? 82 единички есть? Сейчас 20 часов. Нам с тобой нужно 25 единиц дерева. Я с прошлой серии это запомнил. На, кажется... Бродильную бочку, да. Какое-то количество зерна на антибиотике у нас тоже имеется. Также нам нужно 10 металлолома. То есть уже сплавов металла на... Как же его называют-то? На кресло. Вот. Ну... Попробуй, да, собрать ресурсы. Возможно, какой-то толк от этого будет. Однозначно. Здесь урожай не созрел. К сожалению, пока что всего 1000 зерна у нас. При самом хорошем раскладе будет. Нет уж, дружище, я понимаю, что у тебя очень маленький процент отдыха. Но дособирать ресурсы сейчас, возможно, будет к месту. 3 из 6 этапов. Время 0 часов. Ну, что-то соберешь, что-то принесешь. Надеюсь, это будет металлолом. И это топливо. Прекрасно. Один этап мы перескочили уже. Нам не нужно делать топливо вручную пока что. 60 единичек у нас есть, соответственно. Но на одну волну в теории у нас есть одна заправка генератора. Неплохо. Ну давай, спокойной ночи. Это что такое? Вы куда тут? Что вы делаете? Вы добрались до сена? Серьезно? Фух, ну и дали же вы мне перетрухнуть, ребята. А может быть вы пойдете отсюда куда-нибудь? Как бы у вас так... До свидания, в общем. Так, что там, Пафнутий? Ты восполнил свои... Сытос 79, понятно. Отдыха маловато у тебя. Прям слишком маловато. Ну, да. Тараканы мне дали, конечно. Взбодриться, так скажем. Из ресурсов вновь посаженных они вроде как ничего не тронули. Рассеялись тут по всей карте. Я надеюсь, вам хотя бы каракожник и вот эта вот штука неинтересна, потому что я еще ее не изучил. Что бесспорно является большим минусом. Нужно хотя бы изучить. Давай, может, Паш, попробуем сейчас за эту серию. Управляй настенными факелами. Далее, далее, далее. Что? Заправь горн. Подожди, ресурсы пока не собирай. В смысле достигнуть лимит? Давай еще. Заправляй. Наверное, даже... Да, вот так вот мы с тобой сделаем. И ресурсы собирать не нужно. Возможно, хорошая идея будет все-таки понаблюдать немножечко за скрученным растением. Вдруг появится кто-то голодный, кто его у нас решит скушать. А то они вон и на кактусы кидаются. Кактусы еще черт с ним. Без них проживем как-нибудь. Давай, поковыряй в носу возле скрученного растения. Без кактусов мы обойдемся, если что. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. А вот без аналога кожи мы с тобой можем попасть в просаг. Потому что, как ни крути, нам нужно... Где-то будет с тобой и пальтишко, наверное, скрафтить. Вдруг холодная зима будет пустынная здесь. Агрессивные животные. Огромные шипохвостые насекомые. Эм, простите. Вот это черная ел... Ох, эм. Ой, какой ты... Большой и некрасивый. Это твой прихвостень, да, ближайший, что ли? Так, Паша, кажется, изучение скрученного растения пока что переходит на второй план. Из урожая, который ты здесь можешь собрать, у нас ничего не выросло. Да. А нам пока оно и не надо. Что ты можешь сделать до того, как они начнут атаку? При том, что у тебя отдыха осталось 25%. А ты можешь собрать волю в кулак, срубить деревья рана. Как бы нам с умом потратить это время? Далеко куда-то отходить не стоит. Слушай, ну... Иди-ка ты все-таки... Давай тебе исследование выберем. Пускай это будет извлечение масла. Да. Иди исследуй. А когда ты, Пирс, перейдешь, начнем его с тобой потихонечку ломать. Так, ну вот и проверим, докуда эта вот черная шипохвостая ерунда достреливает. Надеюсь, останется в безопасности наш горн хотя бы. Кстати, Паша, а че бы... Ай, нет хранилища под металлы. Блин. И куда его сейчас? Дерево-то нету. Давай вот здесь вот размести их. Перенеси сплавы металла. Далее на всякий случай перемести вот так вот горн. Вдруг они достреливают до этого фундамента. Далее кушай, отдыхай до утра. Судя по всему, пока идет это нападение, нам с тобой предстоит исследование. Внутри температура слишком большая. Можно, наверное, окно открыть. Отлично. Исследовать ничего сейчас не нужно. Иди, восстанавливайся. Доброй ночи. Какого-то черта тараканы получают... Состояние возбужденной. Это че за история такая? Ага, вот ты... Ну давай, посмотрим. Супа из тебя бы я бы сварил. Вот досюда достреливает. То есть горн убрали не зря. Все. То есть, я надеюсь, больше тебя не будет? Негодяев. Вот это мы с вами снесем. Вот это че? Удалить? А куда теперь бочку ставить? А вот прям сюда, наверное, и воткнем ее. Если она горну мешать не будет. Ах ты с... Вот они возбужденные, тут че-то бегают. Непонятно почему. Ну неплохо. Так хорошо, что мы с вами перенесли немножко дом-то. Как раз тютелька в тютельку и хватило. Так, 8 часов. Отдых уже на соточку. Че, ты сам проснешься? Да. Садись, кушай. На 5 приемов пищи тебе осталось этих... Как его? Сока. Далее ты можешь управлять горном. А, я думал, ты на барабанах пойдешь играть, нет? Или ты уже типа расслаблен? Да не, давай-то с тобой поиграем немножко. Восполним шкалу расслабления. И че у тебя по счастью? У тебя, по-моему, мало развлечений. Но теперь у тебя их будет больше, потому что я поставлю тебе вот сюда кресло. А ты управляешь горном опять. А че? А, его нужно заправить, типа того. Так. Ой, хорошо. Ну-ка назначить владельца, пафнуть ей в умный. И куда ты пошел рубить палки? Зачем? Какие палки? А, выросли грядки. Не надо, пафнуть ей. Не надо. А ты занимайся исследованием пока что. Где бы мне тебе вот так вот действия исследования на единичку тоже. Нет, на двоечку пока что. Сбор урожая на тройку, добычу на тройку, изучение на двойку. Нормально. Че ты, кстати, у нас исследуешь? Ну-ка, напомни. Извлечение масла. Хорош, гусь, хорош. Так, зажигательные ловушки нам доступны. Ну, это вроде как не то. Давай еще аптечки и аварийные пайки. Изготавливаются на кухонных плитах. Немного упаковки, много пищевых консервантов и хорошая термическая обработка могут подарить любой вкусной старой еде вторую жизнь. Для этого нам нужна ткань, я так понимаю, да? И мы сможем делать пайки. Слушай, давай сначала с аптечками разберемся, потом с электричеством, а нет, с разборкой космических кораблей. И даже, наверное, на дальние путешествия нам хватит. А как мы тоже вот будем с вами в далекие путешествия собираться? Если у нас турели нет, оставим здесь что ли все без защиты? Не прикольно. А вы что там месите? А, вы решили прорядить, да? Ареал, ой, не ареал, говорю, а количество верблюзебров в стае. Раз, два, три, раз, два, три, шесть. Здесь седьмая. А остальные где? А, вот они тут еще, тут. Нормально. Чем больше деревьев, тем больше верблюзебр, судя по всему. Так, ты решил перекусить, поисследовать немножко, и что, потом спать ляжешь? У тебя в нуле и расписание, ты смотри. Я тебе там не химичил же с расписанием, вроде нет? Нет, так и осталось. Вот, кстати, маслопресс нам разблокировался вместе с исследованием извлечения масла. На протяжении веков люди извлекали растительное масло из зерна, применяя к нему грубую силу. Нам просто нужно сконструировать примитивный пресс для масла, а не использовать его как орудие пыток. Ну, хорошо. Давай во вкладке производства выберем маслопресс. Металлический просто, потому что дерева у нас больше нету. Можем ли мы его воткнуть куда-нибудь сюда? К сожалению, не можем. Сюда снаружи не хочу. Сюда как-нибудь. Вот можем сюда, но тогда заблокирована, да, эта местность. Давай сюда. Строим металлический маслопресс. Замечательно. Теперь у нас есть масло, и мы можем его извлекать. Вернее, не масло есть, а возможность его делать. Что мы будем с тобой до следующего нападения-то? Мы потратим сутки только на строительство вот этой вот фигни. Она же пирс. В принципе, можешь начинать прямо сейчас. Леденящий холод. Снаружи настолько холодно. Павлик, ты чего? Замерз, что ли? У тебя холодостойкость... А, выше трёх. Ну, теперь ты можешь сидеть. Как тебе? Расслабленный. Можно и на барабанах поиграть, и на кресле посидеть. Всё равно тебе мало развлечений. Каждый раз одно и то же. Так скучно. Какой ты привереда. А, неужели придётся строить для тебя дартс? Ну-ка, подожди. Во вкладке расписания... Ой, во вкладке действия. Стройка на первом уровне? Да-да, на первом. А можем ли мы в качестве мебели построить сейчас мишень? К сожалению, не можем. Потому что нам не хватает дерева. А куда мы можем его воткнуть? Этот дартс несчастный. Давай, строй, короче. Грунтовые полы. 10 единиц дерева. Да, изучить каракожник. Так, подожди, подожди. А можем ли мы, кстати, сейчас бродильную бочку? Да-да, короче, 35 нам нужно. Дерево уже. Так, пирс у нас снова готов. Давай-ка кушай сладким сиропом. А потом стоит заправить факелы и лечь спать. Хотя факелы можно заправить и по утру, или даже по следующему вечеру. Главное, заправь камин. Молодец. Что мы будем делать на следующий игровой день, когда восстановим шкалу отдыха и расслабления? Значит, логично было бы доизучать скрученное растение. И просто иметь в виду, что мы его изучили. Высаживать мы его пока что не будем. Далее нам нужно собрать копну сена. Вот эту вот. Также 35 единиц дерева за этот день нужно будет собрать. Угу. Что-то очень много всего. 6 утра. Ты хорошо выспался. Давай-ка иди играй на барабанах. Чем раньше начнем, тем больше времени вечером у нас останется. Иди срубай бритва траву. Я немножечко твоим досугом пожертвую сейчас. Ради того, чтобы больше успеть за эти игровые сутки. Только... Да, всю вот собирай. И перетаскивай сена на базу. Сколько ты можешь у нас унести? На данный момент 150. Ничего не поменялось. Физподготовку ты не прокачал. Странно, уже третий год, а ты у тебя до сих пор пятая физподготовка. Маловато что-то. Подожди, мишень строить сейчас не нужно. Что-то решил позавтракать-пообедать. Время-то 14. Так, управляй настенными факелами. Заправляй их все. Посади грибы. Да, все правильно. Сена тоже нужно перенести. Ой, 334. А нам тут хватит. Места-то на складе должно хватить. Токсичный пепел это не круто. Потому что мы получаем слишком большое количество дебафов к своему здоровью. Отдышку еще получаем, эту дурацкую. Ковыряет в носу возле скрученного растения. Так. Нет, дружище. Давай-ка, сколько палок мы здесь можем с тобой собрать. Давай хотя бы вот эти. Они еще не дозрели. Вот эти не дозрели. Вот эти дозрели. Давай, собирай. Сена пускай пока лежит. Ничего страшного с ним не случится. Так, молодчик. Теперь перенеси палки до дома. И за этот игровой день, пожалуй... Можно еще сена захватить кусочек, да? Перенести. За деревом не успели сходить с тобой. А что у тебя вообще по шкале отдыха? Ой, да прям что-то как-то маловато. Так, ну подожди, спать не иди. Нечего тут сену все-таки валяться. Занеси его домой и ложись спать. А на следующий игровой день... Блин, как же долго эти деревья растут. Ммм, неужели нам с тобой придется идти куда-то далеко? И надолго. Ну вот, нам нужно 35, да, дерево? Здесь как раз вот 45 их валяется. В 4 часа утра ты пришел только. Ничего себе ты медленно ходишь. Агрессивные животные. Че-то много. Блин. Я только-только восстановился. Ай. Но тут агрессивное раздутое насекомое, маленькое шипохвостое и огромное насекомое переросток. А дальним боем никто из этих паскудяев не обладает. Поэтому, поэтому ты сейчас доедай и сначала сноси фундамент и потом ляжем поспим. Отдохнем немножко. Обезопасить себя нужно в первую очередь, потом уже отдохнуть. Вроде бы этого должно хватить. Оценивает грибной факел. У тебя по расписанию-то как раз отдых стоит. Украшения плюс 18, земные блага плюс 5. Ой, а вы знаете, много развлечений у нас теперь. Несмотря на то, что дартс не достроен. А если мы вот так вот сделаем, то что ты будешь делать? У нас здесь 5 лежит. Ох, ничего себе! Я чё придумал-то? Если у нас, допустим, разрушат это всё, а он сюда уже ресурсы принёс, это получается как своего рода аккумулятор ресурсов. Мы сможем вот так вот отменить и эти ресурсы дропнутся сюда. Хорош! Ничего себе я придумал. А ну-ка, давай ещё раз мишень начинай всё-таки строить. Блин, вот... Зря я сломал всё-таки. А мы можем? Блин, не можем. Так, и ты решил исследовать чё-то, да? А ты думаешь, безопасно? Может быть, ещё один фундамент вот здесь снесём? На всякий случай. И уже от токсичного пепла уйдём. Пока мы вообще под ним тусовались, он уже почти и кончился. Не дотягивают они? Нет, не дотягивают. Ну, вот и хорошо. Так, отдых у тебя почти на нуле. 19% это слишком мало. Незначительная боль, тесная комната. А почему она стала тесной для тебя? Наверное, потому что... Ну, очевидно, тут слишком много всего натыкано. Но зато у нас теперь много развлечений. Плюс 9. Надо, иди спи. Отдыхай, наверное, до следующего утра. Только надо было костёр-то затушить. То есть, не костёр, а... камин. Камин. А то чё-то жарковато, 40 градусов внутри. Чё у тебя по снаряге, друг мой, у тебя... уже жёлтая. Уже жёлтая. Не круто. Чё-то он вдруг решил урожай собрать. Или чё-то там... высадить где-то. А, вот грибы. Ну, а потом передумал и пошёл исследовать. Да, с факелами, конечно, засада. Слишком много они жрут топлива. Давай-ка, слушай, 23 часа. Ложись-ка ты, отдыхай до утра. Больше восстановишь, если раньше ляжешь. А мы с ребятками подумаем. Нам нужно, если и делать вылазку на сушу между исследованиями, то для добычи дерева на бродильную бочку. Также мы можем ещё дартс доделать. 30 единиц дерева нам понадобится. Да и, в принципе, как бы и всё, да? А, ну и доисследовать вот эту сиреневую фигню. Сбор урожая ткани пока что ставим на паузу. Нам это не нужно. И дерево, 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 дерево. Здесь 15 и здесь 15. Нам с тобой нужно сколько? 10 сюда. И 25 на бочку. Итого 35. Плюс 5 можно иметь в запасе. Бочку можно поставить снаружи здесь. Или если вдруг встанет, то где-нибудь здесь. Нет, не встанет. Здесь вот максимум, да? Блин, да, жалко нигде не втыкается она. Так, 10 часов утра. В принципе. Иди застраивай грунтовый пол. Животные уже уходят. Я правильно вас понял? Да, я вас понял. Прекрасно и правильно. Подожди. Паш, ты чё? Строй грунтовые полы. Выйдем с тобой всё-таки за деревом. Так, теперь смотри. Вот это мы срубим. Оно хоть и молодое, но... Чё поделать? Па, тебе не хватает? Серьёзно? Время 15 часов. Кстати, может быть ты для начала перекусишь? А тебе нечем перекусить. Во дела. Ну, сделай один овощной суп и перекуси им. А потом за деревом сходим и продолжим исследование. Так, хорош. А теперь дорубай вот это дерево и это. Раз, два, три. Отлично. И вот этот тоже срубай. Дальше мы с тобой выберем вот здесь вот... Ой, а как я строил, интересно? Вот так как-то засади поле. Ой, их таким образом можно сажать ближе друг к другу. Замечательно. Я не знал, что есть в игре такой декор. Нет доступного хранилища. Я тебя прекрасно понимаю, но зато есть... Ничего нету, да. Так. Блин. Давай, хорошо. Производство. Бродильная бочка. Деревянная. Вот так вот. Построй деревянную бродильную бочку. Для этого ты в теории должен взять какое-то количество дерева. Да, но ты, блин, пять оставляешь. А сколько ты вот сейчас вот взял в руки? Готова бочка. Может быть, сразу партию антибиотиков туда закинешь. Пускай настаиваются, ферментируются, а сам спать. Прекрасный день. Но для дартса нам не хватает. Да, может и черт с ним, с этим дартсом, ребята. У нас теперь счастье вполне себе неплохо. Много развлечений уже имеется. Отлично. Не будем, значит, тратить время на это дерево. Давайте полностью восстановим силы. На момент шести утра, мне кажется, он уже сам проснется. И перекусим, поиграем на барабанах. Сейчас, говорю, перекусим. Давай вот сейчас вот мы с тобой перекусим. Поиграем на барабанах и пойдем доисследуем этот странный каракожник. Дождик только не к месту начался. Давай, иди наблюдай за скрученным растением. По пути, кстати, можно посадить шлепоцветы. Вот это поле, кстати, надо удалить. Дерево пускай лежит, ничего с ним не будет. Сколько процентов? 43% исследовано уже. Что, в принципе, неплохо. Здесь урожай гептогоний у нас еще готов. На обратном пути можно было бы и собрать его, кстати говоря. И тем временем новый ресурс антибиотик готов. Соответственно, мы уже можем, да, 50% аптечки доизучать и произвести первые аптечки. Ну так, на всякий случай. Да? Да. Скрученное растение изучено. Новое исследование нам становится доступно. Это волоконная броня. И сам каракожник. Издалека изогнутые формы большого фиолетового растения напомнили инопланетные окаменелые деревья. Проанализировав его дальше, я обнаружил, что его кора была жесткой и на ощупь напоминала кожу. Я думаю, что каракожник будет для него подходящим названием. Должна быть возможность переработать его в материал, похожий на кожу. Крафты нам открылись. Сборка урожая и посадка открылась. Даже кровать из этого странного материала мы с вами можем теперь сделать. Низкий запас пищи. Так, давай немножечко соберем тут гептагонии с тобой. Как раз земледелие улучшишь до четверки. Ну, в процессе. Прямо сейчас, конечно же, не улучшит он. Скоро еще шестая физподготовка. А сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять. Сто единиц как раз получится. Правильно я понял? Да, замечательно. Одна грядка и на десять приемов пищи нам хватает. Пища есть, топливо есть, сено есть. Только вот рановато ты сел кушать, дружище, рановато. Сейчас двадцать один час. Ты мог бы попробовать попытать удачу в разборке космического корабля. Дождь тем более прошел. Дебаф насквозь промокший тебе теперь не страшен. Правда, ночью темно. Ну, очевидно, да. По характеристикам отдыха у тебя нормально. Можно лечь чуть-чуть попозже. И давайте глянем, что тут у нас. Отлично! Девятнадцать сплавов металла ты собрал. Таракань, это все домой. Как красиво! Какой туман прекрасный, а! Вы только посмотрите, какая красотища! А у этого почему-то нет. Может он еще не спелый? Да нет, вроде спелый. Че-то дрыхнуть лег. А, ой, палочки созрели. Вот этот урожай мы трогать не будем. Хотя... Вот эти пятьдесят палок нам бы собрать с тобой. А лучше и все сто. Давайте пожелаем Павлику приятного аппетита. Все-таки позаботимся немножечко наперед о ветках. И по факту... Че ты, факела управляешь бродильной бочкой? Нормально, на стеллаже еще место есть. Руби палки, высаживай их по новой. Уже последний этап один остался здесь. Нужно изучать уже. Разборку космических кораблей до конца. Так, то, что ты хочешь их перенести, это, конечно, хорошо. Но для начала нужно все высадить сразу. И уже со спокойной душой идти домой. Потому что нам предстоит долгое и долгое изучение. Вот эти тоже все в кучу собери. Молодец. И здесь посади. Какой ты молодец, Павлик. Ох, тут уже по 20 дерева. Смотрите, какая красота. Можно вырастить их чуть... Получается, левее. Чуть-чуть правее. Хорошо. Много деревьев, немало деревьев. По крайней мере, такой базовый ресурс, как дерево, у нас уже имеется. Что ты здесь хочешь собрать урожай или что-то? Слушай, наверное, не надо, Паш. Не надо. Хотя ты прав. Надо. У нас 45 грибов. 80 сока этого странного. Давай-ка ты чуть-чуть посадишь. И вот чуть-чуть соберешь. Да и тить, колотить. Агрессивные животные. Да блин, опять с дальним боем? Серьезно? Так, Паш, ну ты там собирай пока. Я за ними посмотрю. Что у тебя вообще по параметрам? Ты до дома дойдешь? Да, должен. Можешь даже, наверное, не высаживая, нести все сразу домой. 50, 60. Идет спать. Как бы поступить-то? Давай, переноси зерно. Покушать у нас есть. Топливо у нас есть. Угу. Так, далеко только не уходи. Смотри, нам нужно себя обезопасить сразу. Они хоть и с дальним боем, скорее всего, они расстреляют наши вот эти вот фундаменты. К сожалению. Но не хочу тратить время на их снос. Тем более сена пока что хватает. Паша, иди спать. Нападение началось. Блин, а я вот что-то заочковал теперь вот. Вдруг они сюда проберутся каким-нибудь образом. Раздутые эти насекомые. Вот это шайка-лейка, конечно, разноцветная. Да. Сено само идет ко мне. Это крайний фундамент, до которого вы дотягиваетесь, да? Хм, ну понятно. А Пафнути тем временем проснулся, отдохнул. Не хочешь ли ты перенести здесь? Сено валяется у нас. Заправляй факела. В смысле заблокирован? А вот навести порядок в помещении тебе ни о чем не говорит? Да ладно, ты что, частичку сена что ли перенес? Ой, да ну тебя. Нам открылась крафт кровати из каракожника, это я видел. Ферма каракожника тоже видел. Собирай урожай. Нет. Изучай аптечки дальше. По параметрам все в норме. Пока эти ребята здесь тусят, все равно больше делать нечего. Хватит жрать мои грибы. Я задолбался их по новой, блин, высаживать. Я же их даже не собираю. Пока что. Почему-то. Неизвестно почему. Ну, это неплохой источник освещения, вот эта вот ерунда, грибной факел. Ну и вуаля. Первые аптечки исследованы. Теперь нам открывается крафт аптечек из одной единички бинта и одного антибиотика. У нас в принципе здесь пять антибиотиков есть, здесь имеется пять. Итого десять. Мы можем скрафтить себе пару аптечек. Оставить четыре бинта. Ну, получится два бинта, две аптечки и антибиотики. Оставим всего по чуть-чуть. Надеюсь, это вообще не понадобится. Антибиотики я оставляю для того, чтобы если вдруг мы чем-то отравимся, мы смогли принять антибиотики. Ну и плюс одежда у нас, к сожалению, пока что только летняя, легкая. Если вдруг пневмония тоже или простуда, оп, и антибиотик примем. Астма тем временем умеренная остается. Проснулся. А что ты, кушать не будешь? Может быть, ты все-таки перекусишь чем-нибудь? Например, сладким сиропом. Далее то, что взял, перенесешь. Полы чинить пока что не надо. Урожай собирать тоже. Давай назначим тебе крафт аптечек наших первых. Ой, лечебный бальзам из шлепоцветов. Извлечь антисептическую пасту. Ну, в прошлом патче игры это была абсолютно бесполезная мазь вообще. Давай аптечки. Один час у тебя на них уйдет. Сделай две штучки. Недостаточный уровень, мать его, навыка. Ну давай, посмотрим. Никто не имеет ремесло 3. Эх, пафнутий, пафнутий. Сколько тебе нужно? 1600... Ох, как сложно было это выговорить. 1600 единиц опыта до третьего уровня. Бустануть ремесло мы можем разве что одеждой. Сколько я правильно помню это. Давай сошьем себе сразу пару более прочных ботинок тогда. Пускай это будут кроссовки. 6 часов. Блин, маловато опыта. Штаны сколько опыта дают? Штаны уже по 800. Ну и делаются они. 8 часов. Ладно, выберем брюки здесь. Пускай применяет оба вида ткани. Давай. Шей, брюки. Рубашки мы отсюда уберем. Далее. Свитер дает 800 опыта. Почему бы собственно и нет. Ой, наконец-то. Ты взял вот эту синтетику. Теперь это одна единичка ткани не занимает слот целый. На складе. Замечательно. И давайте на холодную погоду свитер сделаем. Брючки у нас новые готовы. А что у тебя изнашивается? Ну как раз брюки у тебя изнашиваются. Рубашка тоже. Можно сразу и шапочку сделать. Приготовить, так сказать. Замечательно. Ремесло прокачано до третьего уровня. Садись, кушай. А потом чуть-чуть нужно будет поспать. И делать аптечки. Давай быстрее доедай. У тебя совсем все печально. Уже 5 часов утра. А я думаю выходить отсюда до следующего нападения мы и не будем. Потому что нам нужно исследованиями заняться. Сколько, кстати, опыта дает одна аптечка? 150 опыта. Ой, подождите. А что это мы получается? За один антибиотик и один бинт делаем две аптечки. То есть у нас их 4 будет. Ничего себе. 10 утра. Просыпайся. Играй на барабанах. Просторная спальня. Плюс 18. Только комната почему-то честная для тебя. Но оно и неудивительно. Много тут всего настроено. Управляй факелами. Пожалуйста. Не надо ничего сажать. Сделай аптечки. Да. Аптечки нам однозначно нужны. Два часа на изготовление двух аптечек у тебя уйдет. Двух партий. Отлично. Первые аптечки у нас готовы. Слушай, а ты не хочешь еще одни сделать? Ну так, на всякий случай. И давайте, значит, что сделаем с вами. Вот этот вот выделим слот. Зайдем здесь в фильтры. Отменим все. И пускай здесь лежат только медикаменты. А вот на остальном мы медикаменты с вами уберем. Не надо ничего рубить. Не надо ничего сажать. Пафнуть ей. Раз, два. Посадить. Посадить. А ты бы лучше перекусил. И дома бы порядочек навел. Переложил бы все в одно место хотя бы. Блин, а что ты исследуешь-то? Подожди, переберись дома немножко. Перенеси еще антибиотики. Так, восемь антибиотиков, четыре аптечки. Давай, может быть, бинтов чуть-чуть еще. Пускай будут. Стой, я забыл, что тебе нужно сделать шапку. Паша, етить-колотить. А сколько нужно ткани на шапку? В наличии четыре бинта, четыре аптечки. Да и все, хорош. Надеюсь, оно нам, в принципе, не понадобится. Свитер, новые брюки есть. Шапочка стоит 20 ткани. Какой я... Ух! Сейчас бы вот эта двадцаточка улетела бы на шапку теплую. Не на меховую, а на вот эту вот. Может, бейсболку тогда про запас? 400 опыта, в принципе-то, на дороге не валяются. Хотя, черт с ним, потом сделаем. Занимайся ты, пафнутий, исследованиями. Давай только еще немножечко порядка с тобой наведем. Здесь вот пускай. Вот на этой полке мы отменяем фильтры. И здесь будет условно только сироп сладкий лежать. А вот здесь вот, с краешку... Нет, дальше вот с краешку здесь. Да все остальное, в принципе, это товарное соседство не нужно, я думаю, да? Давай лучше вот так вот сделаем. Сырая приготовленная пища вот здесь вот будет. И вот здесь вот. А вот эти два отделения мы оставим под ткань и всякое такое. Ну-ка, ты это сразу перенесешь все? Подожди, а... Отсюда мы сырую приготовленную пищу давай уберем. И что мы получим, собственно? Вот, хорош. Теперь вроде как небольшое товарное соседство, но имеется. Время 21 час. У тебя по параметрам что? А у тебя по параметрам, в принципе, можно лечь пораньше и поспать. С другой стороны... Начать исследование не было бы лишним. И это будет разборка космического корабля. Прервемся немножко на сон, потом перекусим, расслабимся по стандарту. Ну, а пока Пафнутий спит, давайте потихонечку подведем итоги за серию. Значит, у нас тут новые ресурсы, антибиотики, аптечки, бинты. Это все классно. То есть медицина у нас, в принципе, скромная. Имеется. Будем надеяться на то, что она нам не понадобится. Будем надеяться. Дальше. По пище. Ну, небольшая просадочка имеется. Небольшая. Но это все легко исправить. Грядки у нас есть. Собираю урожай. Не хочу. Да и в любом случае, если что, мы можем только на соки продержаться. Думаю, да. Если будем выходить отсюда, то обязательно сделаем, совершим сбор урожая. По прогрессу. По прогрессу. Новая одежда. Улучшили навыки с вами. Где тут вкладка с навыками? Ремесло улучшили. Кстати, это надо и дальше ремесло улучшать. Возможно, стоит уделить пару игровых дней чисто крафту одежды. Для того, чтобы потом была возможность крафтить электронику. Там, по-моему, высокий навык нужен. Далее. По базовым ресурсам. Ну, сплавы металла имеются. Для начала. Обычного металла, правда, нет. Но зато у нас уже есть 60 единиц топлива. Что не может не радовать, конечно же. Да и в принципе, как-то вроде и все. Все. Если у нас что-то кончится, мы можем добыть это с грядок. Кстати, и четвертый уровень интеллекта подошел. Теперь Пафнутий будет исследовать все быстрее. Дерево мы можем выращивать. Ткань это все есть. Каракожника тут рядом. Валяется куча зерно. Грибы. Все это мы знаем, как делать. Сено, палки. Ну, вроде бы даже красиво. Если бы только еще от грядок не оставался вот такой вот черный след. Было бы вообще шикарно. А то я хотел вот так вот понатыкать везде этих деревьев, чтобы красивый такой вот полукруг из деревьев был. Но, блин, вот эта черная фигня, это, конечно, такое себе. Ну, в целом, красивый пейзаж, да? Скажите же. По-моему, красотища. И днем, и ночью. Единственное, что по базовым ресурсам, это довольно скромное количество металла вокруг. Надеюсь, что обломки у нас еще будут присутствовать. Грибы вот здесь пропали, свечение от них осталось. Интересная фигня. Вот этот камень можем добыть? Можем. Прикольная большая глыба. Раньше таких не видел. И еще по базовым ресурсам. Вот эти блестящие камни нам нужно с вами изучить. Что-то с них, по-моему, то ли руда, то ли что-то там интересное. И в процессе, впоследствии, то есть мы сможем это все дело перерабатывать. Также вот и эту штуку, кстати, бы изучить тоже. С нее какой-то ресурс для крафта электроники дропается. Это полезно было бы. Ой, а что ты? Закончил исследование, что ли? Нет, ты просто лег спать. Какой ты наглый. Иди поиграй на барабанах. И закончи исследование, чтобы мы с ребятками со спокойной душой могли уже попрощаться. Изучай разборку космического корабля. Сколько там тебе осталось? 20% не так уж много. И, кстати, по исследованиям. 12 часов нам с вами понадобится, чтобы выйти в электричество. Первыми нашими постройками должно быть что в плане электрики? Во-первых, расширение уровня фундаментов еще на два. Вот здесь вот, для того, чтобы генераторы поместились. Либо как-нибудь, давайте-ка примерим. Ну, либо их вот здесь вот где-нибудь расположить, чтобы в дальний бой их... Вот этот огромный черный таракан до них не дотянулся. Вот, да, вот так вот. И вот раз, два, три их в ряд можно будет поставить, допустим. Но, при этом, при всем, дизельные генераторы... А, мы сможем уже их поставить. То есть электричество будет у нас почти сразу по изучению вот этих двух. Однако... Чтобы поставить первые турели... Нам нужно будет найти или произвести процессорные ядра. Так, цепочка растет. Чтобы изучить сборку цифровых процессоров, нам нужно их либо найти... Ага, изготавливается на паяльных верстаках. Блин, паяльный верстак, серьезно? Для паяльного верстака нам понадобится с вами место. И нужно уже будет выбирать либо обычный верстак, он точно понадобится, либо верстак портного убирать и ставить вместо него паяльную вот эту станцию. Где-нибудь здесь разместим с вами выключатель. Где только, да? Ну, вот здесь вот. Да, вот здесь вот выключатель электрический поместится. Здесь фундаменты, где будут стоять генераторы. И, в принципе, у нас будет... Электричество с паяльными станциями. Но прежде чем это все изучать, мне кажется, нам стоит выйти сюда, попробовать отыскать эти всякие ядра. Мы закончили исследование разборка космических кораблей. Да, ну какой-то примерный план на следующую серию наклевывается однозначно. На эту серию на сегодня, я думаю, стоит закончить. Большое спасибо вам за просмотр. С вами был Павел. Всем вкусного чая и добра. Большое спасибо вам за просмотр. С вами был Павел.